Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Эту историю нам рассказал Шурик, когда он собирал фольклор в одном из районов Литвы. Но он не сказал, в каком именно. Ну, чтобы не обидеть своих друзей из других районов, где могла произойти точно такая же история. Возможно, это уже легенда, но в каждой сказке есть намек, а значит, и доля истины. А начиналась она так. Год за годом растут большие города, все для народа. В любое время года нам навстречу встает великая страна. Так добрый вечер, привет большого бутона. Мы рады встрече, но если кто-то не здоров, так я отвечу, Что мы пиздактару порезни лечим. Бокалом доброго вина, так добрый вечер. Привет большого бутона. Бокалом доброго вина, так добрый вечер. На рассвете все слышен звон, гитарный струн, А свежий ветер разносит по планете песни эти. Поет и белый чугун, нет на свете прекрасней города Балун. Привет большого бутона. Так, привет большого бутона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ему сказала я всего хорошего. Рейтинг женщины на Диснае по сравнению с бутылкой водки унизительно низок. В международном лагере фольклористов Шурик не все сразу понял, Но оценил красоту девушек, всю жизнь, записывающих легенды и сказки. Он не мог не влюбиться. И влюбился. А это что такое? Тоже фольклор? Нет, это наше суть. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова Девчонки, танцы, вино, да чего ж хорошо? МИ, чаренный край, это Диснай! Но что это за любовь без трудностей? И они не заставили себя ждать. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Шли они неведомые броя По мирскому делу ходоки Что ты делаешь? Что ты делаешь? Банк! 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 Ну, Саша, вы делаете поразительнейшие успехи Это ерунда Ерунда? Пусть так Страховка Ну что ж Сдаю задание Оле Сложно Мы от вас скрывали Дело в том, что в Литве такое обычай Вот как лупанул фонтан нефти Значит у всех женщин на Деснае 8 марта И поэтому мы пьем за здоровье всех прекрасных Даем вам счастья Земли Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но не узнаешь правды о Деснае Пока пять дней в Литве не проведешь И если ты заплачешь, уезжая Скорее всего и нас тогда поймешь Деснайское братство, ведь ты существуешь И к черту все то, что мешает порой И если весь год по поляне тоскуешь Бог видит нам рано еще на покой Нас часто называют дураками И даже не пытаются понять Давно смирились наши семьи с нами И в Сочи сами ездят отдыхать А нам нужна палатка и гитара Костер небес и озеро в ночи Тепло друзей, любимых, добрых, старых Деснайское братство, ведь ты существуешь И к черту все то, что мешает порой И если весь год по поляне тоскуешь Бог видит нам рано еще на покой Бог видит нам рано еще на покой Ясно, Делириум Тременс Белая горячка Да белый горячий, совсем белый Волнуйтесь, через три дня поставим на ночь Год за годом Растут большие города Все для народа В любое время года нам навстречу Встает великая страна Так добрый вечер Привет с большого ботона Мы рады встрече Но если кто-то не старов, так я отвечу Что мы пиздок тару порезни лечим Бокалом доброго вина, так добрый вечер Привет с большого ботона А из дырдома Солик все-таки удрал Правда в лагере остался Ему там очень понравилось Что случилось? Куда торопишься? Туда, туда Садись, подвезу Куда тебя везти? Вот что, я тебе все расскажу А ты уж сам решишь, куда меня везти Вспомните, ребята Как пять лет когда-то В муках и сомнениях Родился Деснан Годы пролетели Все мы постарели Но душа стремится В этот вечный рай Запивай, запивай Эту песню мой не знай И друзьям всем расскажи Про печаль моей души Без тебя скучаю я Ты навек судьба моя И скажу без лишних слов Ты моя любовь Что со мной не знаю Голову теряю О тебе мечтая Слезы прячу я Но надеюсь скоро Даль моей души Без тебя скучаю я Ты навек судьба моя И скажу без лишних слов Ты моя любовь Даль моей души Без тебя скучаю я Без тебя скучаю я Ты моя любовь Запивай Запивай, запивай Запивай, запивай Эту песню мой не знай И друзьям всем расскажи Про печаль моей души Без тебя скучаю я Ты навек судьба Ты навек судьба моя И скажу без лишних слов Ты моя любовь Запивай, запивай Запивай Эту песню мой не знай И друзьям всем расскажи Про печаль моей души Без тебя скучаю я Ты навек судьба моя И скажу без лишних слов Ты моя любовь И скажу без лишних слов Ты моя любовь И скажу без лишних слов Ты моя любовь Международная ассоциация молодых арестов Атомщиков Созданная чуть более года назад И объединяющая в своих рядах Молодых работников Атомных электростанций СНГ и Прибалтики Провела с 18 по 27 июня В Литве Недалеко от города Висагинос Уже шестой фестиваль Диснай 93 Творческая бригада студии ТВ Чернобыля Предлагает вашему вниманию Небольшой репортаж Как думаешь с этого слёта Мама, мобоя Что такое слёты Это небо С ниху под палёное кострами Целый год живём мы только Мыслями об это Чтобы снова встретиться с Диснайем Целый год живём мы только Мыслями об это Чтобы снова встретиться с Диснайем Взлёты это просто беда, ты-то старый лезешь куда, и хоть кудри стали сидеть, дома не усидеть. Дисна для нас, для всех, кто туда ездил, я туда ехал уже пятый год, это моя жизнь. Я не представляю себе, в общем-то, жизнь уже без Дисна. Я в жизни никогда не испытывал подобных ощущений. Ну, может быть, я не помню, конечно, как я рождался, но, видимо, радость рождения сродни моей первой поездке на Диснай. И вообще не знаю, как можно сравнить Диснай с обыкновенным походом в лес, с каким-то туристским слётом. Ну, мы, наверное, может быть, это видел старые-старые такие театральные капустники, когда вдруг из ничего возникало какое-то действие, когда актёры менялись ролями, происходили какие-то явления, изменения. И всё это происходило вроде как на глазах. Вот тут вот ничего не было, и вдруг всё это появилось. Так же примерно и Диснай только. Здесь раскрываются не актёры, не профессионалы, а раскрываются простые смертные, с которыми мы работаем. Потому что я приезжаю, в общем-то, я как-то такой вот чувствую подъём, ну, даже вот эмоциональный подъём. Вот мне хочется даже вот идти и улыбаться по городу, понимаешь? Ну, то есть, ну, просто вот самые такие положительные впечатления, эмоции. Все вот на этом лагере существуют. Вот. И самое главное, что вот даже там был, как мне потом сказали, не проповедник, священник был у нас. Вот. И он сказал, что вот ему нравится то, что там вот, в принципе, вот в лагере, вот, раз люди смеются, смеются, значит, всё равно, если человек уже смеётся, даже если он злой по своей, в общем-то, сущности, но если он засмеялся, в этот момент он уже дарит добро людям. Вот. А в силу того, что если в лагере постоянно присутствует смех, вот, ну, где-то такой, то есть это опять же уже опять, то есть это доброе начало лагеря, то есть раз люди смеются, значит, это хорошо, прекрасно. Тем более мы все знаем, какие сейчас проблемы. То есть сейчас не каждый засмеётся, и вообще мы редко смеёмся в последнее время. Вот. И вот когда действительно ты там смеёшься, это же так классно. То есть мы всё-таки ещё не зря живём, да? Впечатления у меня просто замечательные. Я, когда ехала туда, я очень переживала, потому что я профессиональная актриса, я думала, всё, что я там увижу, это вот с моей точки зрения будет просто бардак. Вот. И то, что я увидела, это не просто, просто не бардак, а это просто замечательно. То есть я наигралась, я натворилась, я была просто ребёнком вот в течение недели, несмотря даже на погоду, которая там стояла. То есть мне это не просто понравилось, мне это очень убедило. Причём вот я хочу отметить, что я прочитала перед отъездом, вот как-то был такой отзыв в импульсе, по-моему, о том, что вот, дескать, в разбазаривание идёт денег. Так вот я хочу сказать, что чем больше организаций, любых организаций будут вкладывать в это деньги, тем это будет лучше. И эти деньги, я хочу сказать, что их не просто не разбазаривают, они вот именно пойдут в дело. Поэтому хотелось бы, чтобы наоборот это ещё больше как-то разрасталось. И вообще, чтобы любой человек, вот в нас в городе, я не знаю, как будет с рекламой этого дела обстоять, если у нас любой будет стремиться попасть на такое мероприятие, то вот это как раз будет хорошим таким вот принципом возрождения, что ли, даже культуры в нашем городе. Это был эмоциональный рассказ членов команды ЧАЭС о том, что такое Деснай. К ним мы ещё вернёмся. А пока попробуем, насколько это возможно, без эмоций, описать вам программу фестиваля Деснай-93. Итак, начать нужно издалека. Ещё в феврале этого года каждая команда, выезжающая на Деснай, уже знала, в какой день она отвечает за культурную программу, а в какой – за питание лагеря. И если с питанием разбирались в основном уже на слёте, то к культурные программы готовились заранее. За два месяца до выезда на фестиваль, команда, ответственная за дни, разослали домашние задания, в которых указали, какие костюмы, реквизит, миниатюры и сценки должны подготовить и привезти все участники слёта. Кроме того, каждая команда должна была оформить фасад и убранство своего лагеря. Сразу скажем, что в этом конкурсе победила команда ЧАЭС. Вы сами можете оценить оформление лучших лагерей. Это фасад команды Ленинградской атомной. Это Игнолинской. Это сборная команды Курской АЭС и Зелёного мыса. Ну, а это фасад победителя. Команды Чернобыльской атомной. Утро на Деснае начинается с зарядки. Причём, если вы проспали, вас разбудит доблестная гвардия. Каждое утро они совершают обход по всем лагерям с ведрами холодной воды из озера Десна и подмачивают репутацию проспавших. После этой зарядки водные процедуры и завтрак. На ежедневной утренней планёрке, которую проводят руководители делегации, уточняется план проведения дня, порядок выступления в команды, конкурсах и соревнованиях. Решается, какая из команд совершит экскурсию на Игнолинскую атомную или в город Висагинс. Об одной из этих экскурсий мы вам сейчас и расскажем. В этот день наша делегация посетила профилакторию Игнолинской атомной станции и город Висагинс. Размещается профилакторий в лесном массиве, рядом с городом. Название своё взял от Белого озера, на берегу которого и расположен. Что проразило больше всего, так это прозрачная вода, прекрасно оборудованный пляж и бассейн. Прямо в озере. А в этих уютных корпусах проживают атомщики и их семьи. Не постоянно, конечно, а на время профилактического отдыха. Город Висагинс, бывший Снечкус. Похож на наши прибалтийские кварталы. Уютный, красивый, ухоженный. В день, когда наша команда была в городе, по всей Литве ввели новую валюту. Литы. Вот так они выглядят. Поэтому столь необычно выглядели ценники в магазинах. Каждый товар имел двойную цену. В старых и новых деньгах. В киосках обмена валюты за 4 лита можно получить 1 доллар. А вот что можно получить за 1 купон, мы узнать не смогли. В этой таблице такой денежной единицы просто нет. А на все наши предложения об обмене местные фарцовщики отвечали широкой улыбкой и покручивали пальцем у виска. Почему? Понятно. Экскурсия была очень короткой, и к обеду мы вернулись на поляну. Несмотря на интересную экскурсию, самое удивительное, веселое, неординарное происходило все-таки именно на поляне. Вернемся к программе дня. Она разбивается обычно на три блока. В утреннем блоке проходят массовые мероприятия. То ли карнавалы, то ли зажигательное спортивное состязание, в которых принимает участие практически весь лагерь. А зрителей нет, все участники. В дневном блоке проходят деловые встречи и сложнопостановочные мероприятия с домашними заготовками. А вечером дискотека. Хотите посмотреть, как она обычно проходит? Пожалуйста. И еще одна песня о Диснае, написанная, кстати, славучанином. Диснае Кто Диснае не признает, значит, точно нет души. Эти люди озверели, обкурились, оноши. А ты зеленая поляна, а я маленький такой. На Диснае, на Диснае я теряю свой покой. А ты зеленая поляна, а я маленький такой. На Диснае, на Диснае я теряю свой покой. Спасибо. Это самые счастливые для меня были дни, самые дорогие, которые внесли в мою душу радость, вернули мне общение с людьми, самое близкое, самое доброе. Практически знает каждый человек, что такое общение, что такое действительно настоящая дружба, настоящие мужские слезы при прощении, при встрече. Наверное, это надо посмотреть. А тут просто отдыхаешь для людей, даешь свое что-то им, показываешь себя и видишь других людей. В другом образе, не том, в котором мы в жизни. Это можно сравнить с переодеванием у нас в самопропускниках. Человек один идет на работу, совершенно один в другой одежде, а на работе он совершенно совсем другой. И вот, мне кажется, именно с этим можно сравнить. Мы совсем другие личности на Диснае, совершенно другие в нашем городе, на работе. Один день на Диснае, на Диснае это полгода жизни, даже четверть года жизни в городе. К Диснае ты готовишься весь год, то есть ты предчувствуешь, что после Диснае у тебя какое-то, я не знаю, какое-то чувство такое, чего-то не хватает. Чего-то не хватает тебе в жизни, в обществе, где-то ты приходишь в какую-то компанию, это не та компания для тебя. Через год ты встречаешься, это радость, радость в глазах других, радость в глазах у тебя. Все эти стыковки, слеты, это хорошо, да. Но Диснае, это что-то другое, это не передать словами, там надо просто побывать. Опять эмоции, скажете вы? Да. Но раз так эмоционально рассказывают люди, значит что-то их вдохновило? Посмотрите несколько эпизодов только одного конкурса, конкурса Мисс Диснае 93. Мы не будем ничего комментировать, а выводы сделайте сами. Мисс Диснае 93. Мисс Дисна. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!